Хорошо слышно, да? Это улица Калагривская носила такое название, потому что здесь начиналась дорога на старинный город Калагрив. Калагривский район граничит с нашим. Он находится за рекой Унжей. Очень красивая речка впадает в ветлугу, ветлуга впадает в Волгу. То есть этот водный путь соединяет нас с Волгой, потому что река Вига, она впадает в Унжу. То есть вот этот такой путь интересный. Вот сейчас нам налево, вот здесь на перекрытии, но дорога плохая. Калагривскую улицу в 1913 году переименовали в Романовскую в честь 300-летия дома Романовых. Которая широко праздновалась в Костроме. Кострома это колыбель дома Романовых, потому что бабушка Петра I, Ксения VI, она была очень богатой землевладелицей в Костромской губернии. И Петр I всегда говорил про себя, что я Костромич. Видите, как интересно. Так вот, многие именитые чухломичи в Костроме были на праздновании этого юбилея и были награждены юбилейными медалями за особые заслуги перед Отечеством. Вот сейчас мы продолжаем ехать по улице Овальной. Вот это вот граница города. Вот здесь сейчас будет очень плохая дорога. Ну, такая же, как и во всей Костромской области. Видите, когда-то этот асфальт латали заплатами. Заплаты снова вывалились. И вот что получилось. Проехать очень сложно. Вот там, где, видите, вышка цифровой связи, да, вот там цифрова, там и будет Майкова гора, про которую я вам говорила, что оттуда берет начало река Реут. Эта речка впадает в Чухломское озеро. И название, смотрите, название же славянское, да, сейчас нам вот сюда. Да, налево. В детскую площадку делали сами жители. Видите, деток любят. Осторожненько. Вот отсюда с высокой точки видно озеро. Вот там оно просматривается на горизонте. А за озером лес. В правой стороне, так прямо пока, в правой стороне, значит, там такой будет прогалок, была когда-то деревня Ушилова. В деревне Ушилова родился Лаврентий Дмитриевич Донской, знаменитый тенор Мариинского театра. Он выступал на всемирной выставке в Париже, пользовался, значит, заслуженной славой. И вот его потомки, и сейчас живут в Санкт-Петербурге, это знаменитая художница Вера Хилько-Донская, пишущая картину в стиле Ню. Вот сейчас нам вот сюда, налево, налево, ага, мы там развернемся, не переживайте. Вот этот наш маленький переулочек, школьный, так называемый, школа, вот, сейчас вы ее увидите. Здесь я и живу. Маленькие, зеленые деревья мы сажали в начале 80-х. И вот они уже какие, настоящий лес. Вот сейчас, вот до конца проедем, вот машина, может, только помешает. Можно вот как-то здесь развернуться или вот здесь. Мой дом вот здесь, да, нам в обратную сторону, переулок тупиковый. Вот сюда и потом так. Там когда-то, видимо, была кумирня, да, древних славян, вот, где стояли идолы. А потом на месте этих, их разрушили, поставили крестик. А, преображение, сеть преображения. Это был главный храм городской, соборный. И стенка, церковь. Была, значит, еще церковь на кладбусе, там, где могила Павла Александровича Катенина. Вот, он как раз в алтарной части похоронен. И была домовая церковь в приюте братьев Парфеновых, это теперешняя больница. Братья Парфеновы, посвятители, они имели колбасное производство на Лидовке. Вот эта фабрика Самсун, она до сих пор выпускается обошел. Это вот наших Парфеновых. Парфеновых были богатейшие люди, хотя и с крестьян. Были поставщиками двора Его Величества. У них было очень много доходных домов, магазинов и прочее в центральной части Санкт-Петербурга. Вот один из их домов здесь, сейчас покажу. Вот тот каменный дом с закругленными окошками, вот он угловой. Вот это Галичевская дорога, она шла, значит, на Галич. По ней ежегодно 25 тысяч межского населения уходили в отход. От всего уедет было выше 64 тысяч населения. А сейчас, если 11 есть, то хорошо. Все улицы отходят лучами. А город Апояскива, как называемая Овальная улица, теперь Калинина она. Там вот деревня Лагунова была, деревня Ивановская, деревня Лагунова, деревня Ивановская, деревня Лагуновская. Пять с половиной тысяч, пошла в номер 7 тысяч, как я. Вот лавки, значит, это вот Ильичевых торговый дом, это лавки Купцов-Кленьковых, выходцев из Соликалича. Это торговый центр тоже был Купцов-Балаушиных, дальше Федора Большакова. Вот где дом Культура, Красный дом, это Климовых, дальше где библиотека, Тагановых. Вот все наше купечество. У Большакова у него был свой пароход на Волге, он в Макарьев на ярмарку товары возил. Площадь была замощена булыжником, это торговая площадь. Здесь, вот, учитаю, памятник Александру Скорому, вот там число у меня встретил, а здесь были деревянные торговые ряды. Если... Нет, их разобрали в 60-е годы нашего... Вот, если, значит, пристали галичи и галичи каменные, то здесь были почему-то деревянные. А вот, если, значит, в квартирах там, все на одном из этих отварений. И так, что, вот, вазой качается, печальником, там, плитаны, плавки, плитаны с грубой рукавишкой. И вот, 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 торговля, сняла, и Катеринская ярмарка проходила 7 декабря. Их разобрали просто-напросто, здесь мы сожали деревья в 60-м году. Они выросли вот такие огромные, в прошлом году, как они... А, что у нас у нас у нас есть? Реконструировать площадь. А-а-а. Видите, мы сожали? Серьезно, чтобы деревья не загораживали белый домчик. А-а-а. Вот памятная доска Михаил Ивановичу Кубовкину, потому что он родился в селе Рамешки, в Томского уездах. Но так как уже на таких Рамешках есть, то вот здесь ее... Да, прикрепили там, где ЗАГС. Ну, по идее, надо было выгодить. Итак, если вы входите... А тут кто разглядит... Кто не видит. ...пойло, но никто ведь не слышит. Вот... ...вот. А, ух...